Как мы используем литературу для объяснения некоторых вопросов, которые задают наши детки? Я вам уже показывала в первых роликах, что есть такая литература. Очень классная энциклопедия. Допустим, если ребенок хочет узнать такой вопрос, допустим, как там, где находится ребеночек, мы просто открываем, где он находится, и начинаем идти по литературе. Во-первых, легче родителям, потому что здесь всегда можно подсчитать, даже если что-то не знали. Во-вторых, легче ребенку. Он визуально это все воспринимает. Мы показываем, как растет ребеночек, как развивается, и затем даже, куда он выходит. То есть, как он лежит в животике и так далее. Детям это очень нравится. Не бойтесь показывать им такие картинки. Понятно, что на все свое время, то есть не стоит показывать картинки не по возрасту. Но при каждом вопросе, если мы, допустим, либо сами не знаем, как ответить, либо нужна какая-то иллюстрация, мы обращаемся к энциклопедии. Очень-очень это удобно. Очень удобно. Потому что у детей возникают вопросы. Как сделано то ли, как сделано то. Допустим, у меня дочь спрашивала, как появляется у тебя мама молочко, где оно? Я открывала и показывала, смотри, есть каналчики специальные, есть вот такие места для молочка и так далее. И тогда им очень легко потом это все воспринимать. Снова хочу напомнить, не бойтесь называть все своими именами. Не титя, а грудь, да, там, ну и так далее. Не животик, а матка. Ну и тому подобное. Потому что, ну это очень важно. Очень важно не показывать ребенку, что эти названия не какие-то грязные, что мы даже боимся их назвать. То есть важно дать понять, что это такая же часть тела, такая же, как и любая другая в организме. Поэтому давайте мы будем правильно учить своих деток, не бояться это делать. Вот. Всего хорошего.